Добрый день, уважаемые посетители информационного портала улправда.ру. С вами Диана Ковелла, это программа «100 вопросов», и сегодня у нас в гостях интеллектуал, журналист, телеведущий, публицист Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, здравствуйте. Я задам вам 100 вопросов, ответы на которые могут быть как односложными, так и развернутыми. Вы готовы? Попробую. Сейчас вы в Ульяновске, чему мы очень рады. Скажите, пожалуйста, что стало поводом для вашего визита в наш город? В Ульяновске традиционно проходит большой и интересный турнир, открытый чемпионат, куда съезжается множество народу из самых разных краев. Я не раз участвовал в этом чемпионате, потом был изрядный перерыв, связанный с тем, что команда, где я играю, не имела возможности приехать сюда. И вот сейчас я попал в составе сборной, сформированной из нескольких команд. Не знаю, что из этого получится, но в нашем спорте такие вот временные сборные на один турнир – дело обычное. Какой по счету раз вы уже в Ульяновске? Да, точно не считал, но где-то раз в десять, наверное, наберется. Какой самый интересный факт о нашем городе вы знаете? Ну, самое интересное – это рождение в этом городе человека, которому он сейчас обязан своим названием. Как ни крути, а именно Владимиру Ильичу Ульянову удалось собрать страну из осколков, набитых тогдашними белоленточниками, и удалось преодолеть большую часть последствий государственного переворота, случившегося в марте 1917 года. Ну, к сожалению, не все, что тогда было, удалось исправить, но зато в порядке компенсации, так сказать, сделали очень много нового и полезного, так что товарищ Ильянов, несомненно, заслужил, чтобы его родной город переименовали в его честь. Как вы думаете, Анатолий Александрович, что можно рассказать вот таким вот деткам о Ленине? Ну, рассказов о Ленине, в том числе и о детских и юношеских годах Ульянова было очень много. Часть из них, конечно, была изрядно приукрашена, но опирались они все на реальные факты, так что можно их рассказывать и сейчас. Ну, а с учетом опыта недавних десятилетий, можно особый упор все-таки сделать именно на том, что именно Ленину, бывшему много лет принципиальным антигосударственником, довелось стать воссоздателем государства. Понятно. Анатолий Александрович, в команде с Нурали Нуриславовичем Латыповым, участником «Что, где, когда» вы занимаетесь политическим консультированием, это так? Ну, не только вместе, мы и по отдельности достаточно многих консультировали. Скажите, а часто ли обращаются за политическими консультациями к теоретику, хоть и признанному интеллектуалу? Ну, по-всякому бывает. Скажем, 12 лет Латыпов был советником мэра Москвы, ну, и я, соответственно, ему помогал в этой работе. Сейчас, в последние несколько лет, я практически не занимаюсь консультированием, полностью перешел в публицистику. Латыпов, насколько я знаю, все еще этим занимается, и довольно неплохо. Так что, думаю, грамотные теоретики востребованы всегда, ибо, как известно, нет ничего практичней правильной теории, так же, как нет ничего пагубней неправильной. В частности, разрушительные последствия деятельности экономического блока правительства Российской Федерации, вызваны не тем, что там собрались особо глупые люди, наоборот, насколько я могу судить, они, в общем-то, не хуже среднероссийского уровня, но они руководствуются красивой неверной теорией. Я знаю, что она красивая, ибо сам долго в нее верил, и знаю, что она неверная, поскольку сам нашел в ней принципиально неустранимые ошибки, которые гарантированно приводят к разрушительным результатам. Соответственно, эту теорию невозможно доработать напильником по месту, ее надо именно полностью заменить. И те же самые люди, опираясь на верную теорию, несомненно, способны принести стране немалую пользу. Анатолий Александрович, а как Вы считаете, в чем основная проблема управленцев глав регионов? Считаю, что основная их проблема именно в том, что значительная часть экономических условий, в которые они поставлены, порождена неверной теорией, и поэтому изрядно ограничивает даже тех, кто при других обстоятельствах действовал бы правильно. Подавляющее большинство ульяновцев с глубоким уважением относятся к своему губернатору. Вы как эрудит знаете, какой умничка у нас Сергей Иванович Морозов? Ну, мне доводилось встречаться, во-первых, со многими его решениями, которые мне представляются, как правило, верными. Кроме того, пару раз он непосредственно участвовал в открытых чемпионатах ульяновской команда под его руководством показывала очень хорошие результаты, а для непрофессионалов, для людей, не имеющих опыта в наших играх, так результаты просто выдающиеся. Так что, несомненно, у него и умственные, и организаторские способности очень высокие. Вы были шеф-редактором журнала «Идея Икс», который, к сожалению, сегодня не издается. Каким вы видите будущее печатных СМИ, журналов, газет? Я не раз говорил, что главное достоинство печатных СМИ описано старинной русской поговоркой, что написано пером, того не вырубишь топором. Значительно легче изменить содержимое одного сайта или одной базы данных, чем гоняться за многими тысячами бумажных копий, разошедшимися по сотням адресов. Поэтому бумага – это намного более надежный хранитель исторической памяти, намного более достоверный источник сведений, чем любые цифровые средства. И, полагаю, именно стремление обеспечить надежное сохранение сведений о прошлом продлит существование бумажных СМИ еще на многие века, даже после того, как вроде бы основная часть сведений будет распространяться цифровыми путями. То есть будущее вы видите за печатными СМИ? Я вижу необходимость сосуществования цифровых и печатных СМИ. Кстати, даже сейчас, когда очень многие классические СМИ почти полностью перешли в цифру, они, тем не менее, сохраняют и бумажные версии. Даже если эти версии убыточны, все равно их сохраняет любой владелец СМИ, и желающие, чтобы память и о нем, и об этом СМИ осталась в веках. Анатолий Александрович, обет целомудрия. Возможно, эта тема вам не нравится, но когда-то в азарте вы приняли решение сохранить себя от близкого общения с противоположным полом. Мой вопрос таков. Есть ли взаимосвязь между воздержанием и высоким уровнем интеллекта? Как считаете? Нет, такой взаимосвязи совершенно точно нет. Нет, это я могу уверенно сказать, глядя на множество моих коллег и по работе, и по интеллектуальным играм, не давших такого обета. Вы любите участвовать в паре? Нет, я крайне редко заключаю паре. Кстати, мой обет – это не паре, это неудачный практический довод в теоретическом споре. С кем спор был? А, это не принципиально. Уже не так важно. Многих женщин, Анатолий Александрович, приводит в трепет не брутальные, мускулистые мачо, а интеллектуалы. Вы замечаете внимание со стороны противоположного пола? Ну, я как-то не обращал на это особого внимания, поскольку все равно я этим вниманием не мог бы воспользоваться. Я поняла вас. Скажите, интеллект передается генетически? Скорее всего, нет. Насколько можно судить по разнообразному опыту, человек наследует лишь ничтожно малую долю своих качеств, практически все в человеке воспитанное. Просто очень многое воспитывается на столь ранней стадии развития, что, собственно, никто это не воспринимает как воспитание. И многое из того, что нам представляется врожденным, при углубленном исследовании оказывается именно воспитанным. Конечно, я родился в умной семье, но, на мой взгляд, это было полезно не столько потому, что я унаследовал какие-то гены, сколько потому, что я с самого начала, буквально с первого крика, оказался в умной среде, где отвечали на мои вопросы, даже самые сложные, где подсказывали мне, как найти самому ответы, подсказывали, как обдумать тот или иной вопрос, чтобы понять, где искать ответ и так далее, и так далее. То есть все, что во мне есть, это не благодаря тому, что я родился у умных родителей, сколько благодаря тому, что родители и в дальнейшем вели себя со мной, как умные люди. Вы, Анатолий Александрович, были и есть участник многих интеллектуальных игр, что, где, когда, брейн-ринг, своя игра, кто хочет стать миллионером. Вот какую наибольшую сумму вы выиграли в последней игре, из озвученных мной? Ну, в «Миллионере» было, по-моему, 200 тысяч рублей. В своей игре рекордный выигрыш был, ну, точно уже не помню, но где-то порядка 80 тысяч. На что вы любите тратить деньги? Ну, более всего люблю тратить деньги на подарки другим. А кроме того, самые крупные статьи моего расхода – это книги и макеты стрелкового оружия. Коллекция макетов у меня собирается уже более полувека, правда, естественно, ранняя ее часть находится в Одессе. В Москве я работаю с 6 сентября 1995 года. Впрочем, и в Москве уже больше сотни разных стволов, так что коллекция пополняется довольно активно. Анатолий Александрович, пресловутый вопрос, наверное, каждого журналиста сводится к вашей жилетке. Это обязательный вопрос. И она на вас была сегодня, но вы ее решили оставить на предыдущем месте, так сказать, в соседнем зале. Ну, дело в том, что жилет мне нужен для того, чтобы всегда при себе было то, что может понадобиться неожиданно, и в то же время очень срочно. Сейчас жилет действительно висит на моем стуле в игровом зале, поскольку сейчас в нашей беседе мне точно не понадобится ничего из того, что в нем лежит, так я его и оставил. А скажите, что в кармашках? Хотя бы самое такое, что в спутке? Медикаменты, книжки. Долго перечислять, но из медикаментов там сейчас лежит упаковка ибупрофена на случай, если что заболит у меня или у окружающих, и упаковка витаминов из набора алфавит. Больше мне, слава богу, ничего не требуется. Пожалуй, самое удивительное из того, что там сейчас лежит, это полученный в качестве приза на одном из турниров в Калуге такой многофункциональный прибор. Там электрогенератор с ручным приводом, аккумулятор, естественно, радиоприемник, светодиодный фонарик, многорежимный и выход для зарядки всяких гаджетов. Ну, правда, до сих пор мне не доводилось попадать в обстановку, где надо срочно зарядить гаджет именно вручную. Всегда находятся какие-нибудь розетки поблизости. Но раз уж этот прибор мне достался, я его действительно ношу с собой. Надо будет сегодня вас вытащить на прогулку по набережной Волги, чтобы у вас все разрядилось и вы воспользовались им. Вопрос такой, у вас одна жилетка или вы их меняете в зависимости от настроения? Нет, я покупаю, точнее заказываю в фирме Элитекс одежду целыми партиями. Эта фирма специализируется на пошиве спецодежды для крупных предприятий. И у нее, естественно, технологический процесс заточен на пошив именно партиями. Жилеты я покупаю по 20 сразу, потому что если бы я купил один жилет, так он бы мне обошелся примерно в половину этой партии. Ну, а дальше они изнашиваются и по мере износа заказываю новые партии. Правда, изнашиваются довольно долго, поскольку фирма шьет прочную одежду, поэтому хватает, скажем, брюк или жилета примерно на полгода. Жилетки – это сейчас тренд, а еще тренд – это здоровый образ жизни. Вас что-нибудь связывает с ЗОЖ? Ну, к сожалению, у меня нет ни времени, ни желания вести здоровый образ жизни. Я, в общем, знаю, что теряю на этом много, но я слишком ленив для этого и слишком погружен во всякие текущие дела. – Анатолий Александрович, в одном из интервью вы выступили за отмену пенсии. Считают, что пенсионное обеспечение – это причина демографического кризиса. Поясните свою позицию. – Ну, строго говоря, это было не в одном интервью, это было несколько публикаций. Да, действительно, создание системы всеобщего пенсионного обеспечения разрушило в массовом сознании понимание того, что деньги – это всего лишь свидетельство права получить те или иные житейские блага, но все эти блага должны быть кем-то созданы. И если новое поколение недостаточно велико, чтобы обеспечить не только себя, но и нетрудоспособных, то тогда нетрудоспособным все равно ничего не достанется, независимо от того, какими пачками банкнот или красивыми числами на банковских счетах они будут располагать. Просто потому, что эти блага некому будет создавать. И именно поэтому создание всеобщей системы пенсионного обеспечения стало одной из причин демографического спада. Но, во-первых, это неестественная причина, во-вторых, любой уже начавшийся процесс обладает собственной инерцией, собственной логикой, и его, как правило, невозможно остановить, только отменив то, что привело к запуску этого процесса. Как правило, приходится принимать еще множество дополнительных мер. Поэтому, хотя, скорее всего, действительно для борьбы с демографическим кризисом придется отменить систему всеобщего пенсионного обеспечения, хотя какие-то формы пенсии, скорее всего, останутся, но в основном, так сказать, по медицинским показаниям для тех, кто просто не мог обзавестись детьми. Но, кроме этого, понадобится еще и множество других мер. Я знаю, что вы критикуете еще и систему образования. Скажите, что вас особенно возмущает в школьном образовании? Ну, я, естественно, не знаю всех подробностей нынешней системы образования, поэтому я не могу выделить в ней какие-то особо отвратительные подробности, но по мне вполне достаточно основного принципа этой системы. Дело в том, что на протяжении нескольких веков система образования развивалась в сторону формирования целостной картины мира. Целостная картина мира – это, во-первых, понимание того, что все разнообразие наблюдаемых нами явлений и процессов, следствие взаимодействия небольшого числа общих закономерностей, каждая из этих закономерностей вполне постижима. Если вы знаете эти закономерности, если умеете выводить из них хотя бы простейшие следствия, если понимаете хотя бы в общих чертах, как они взаимодействуют, вы уже знаете о мире очень многое. Так вот, в последние несколько десятилетий систему образования во всем мире, а в последние лет двадцати у нас перенацеливают на разрушение целостной картины мира. Человек, окончивший американскую очень среднюю школу и баллонизированный на всю голову Европейский институт, должен по замыслу программ этих глубоко уважаемых ими самими вузов и школ не только не иметь целостной картины мира, но даже не понимать, что она возможна, и воспринимать мир как рассыпь фактов, никак не связанных друг с другом. Это вызвано прежде всего тем, что целостная картина мира очень полезна для того, у кого она есть, но очень неудобна для тех, кто хочет манипулировать другими, поскольку если какой-то новый факт не укладывается в эту картину, значит, либо с фактом что-то не в порядке, либо с самой картиной. И поэтому попытки манипулировать чаще всего довольно быстро распознаются. Ну, конечно, есть способы манипулировать и людьми, у которых такая картина есть, но это все-таки сложнее. Поэтому нынешний бизнес и нынешняя политика всей своей мощью давят на образование и воспитание с тем, чтобы они готовили не людей самостоятельных и понимающих, что и как делать, а удобные мишени для сколь угодно лживой рекламы. И вот именно эта ложная цель образования естественным образом породила множество иных разрушительных подробностей. Например, во многих странах сейчас популярна идея раннего тестирования детей с целью отбора наиболее одаренных и ранней специализации обучения сейчас у нас тоже навязывают эту систему. Она катастрофически пагубна хотя бы потому, что разные способности у разных людей развиваются с разной скоростью. И, как показывает опыт тестирования, например, в Англии, еле-еле треть детей, отобранных, как одаренные в возрасте 5-6 лет, остаются выше среднего уровня к годам примерно к 9-10. То есть этот отбор заведомо не дает никаких полезных результатов, а вот вредное дает, поскольку, когда мы пытаемся учить как одаренных не всех детей, а какую-то часть, это значит, что большая часть способностей у большей части детей остается вовсе не раскрыта. Но это, повторяю, еще одно из следствий вот этой заведомо ложной и заведомо пагубной цели не создавать у учащихся целостную картину мира. Как интересно. Анатолий Александрович, а как Вы считаете, поколение миллениалов, наша молодежь, выгодно отличается от своих сверстников полувековой или вековой давности? Каждое поколение выгодно отличается от предыдущего просто потому, что может опираться на возможности, созданные предыдущим поколением. Как я уже говорил, практически все, что в нас есть, не врожденное, а воспитанное. Воспитанное не столько целенаправленно, сколько в силу нашей деятельности, нашего взаимодействия с миром. И, естественно, чем богаче и разнообразнее мир, тем больше возможностей такого взаимодействия, и тем эффективнее развиваются люди в каждом новом поколении. Я пока не знаю, какие именно новые возможности раскроются в тех, кто растет и воспитывается сейчас, но совершенно не сомневаюсь, что этих возможностей, даже несмотря на все усилия системы образования, будет больше, чем было, например, в моем поколении. Но книжки нынешнее поколение читать не любит. Знания получают из интернета преимущественно, как они сами говорят. А вы пользуетесь сетью для того, чтобы получить новую информацию? Да, естественно. Новости сейчас проще всего получать через интернет. Там же я зачастую читаю большие аналитические публикации, поскольку, не говоря уже ни о чем прочем, объем книг, которые я могу покупать, физически ограничен объемом моей квартиры. А сколько книг в неделю вы читаете? В среднем? Ну, скажем так, если у меня выпадает день свободный от других дел, то могу за день прочитать где-то порядка 500-600 книжных страниц. Но такие дни, свободные от других дел, у меня бывают крайне редко, и я люто завидую Иосифу Виссарионовичу Джугашвили, который ухитрялся ежедневно проработать 400-500 страниц книжного текста параллельно со своей основной работой. Я бы так, наверное, не смог даже при очень большом желании. А какую книгу вы сейчас читаете? Ну вот сейчас я читаю книгу, где трое известных публицистов, занимающихся исследованиями того, что мы сейчас называем Сталинской эпохой, хотя реально Иосиф Виссарионович Джугашвили руководил страной всего половину этой эпохи. Вот. Так вот, эти трое исследователей в этой книге рассуждают о причинах событий второй половины 41-го года, о том, почему наши вооруженные силы действовали далеко не так успешно, как от них ожидали перед войной. Как вы оцениваете действия вооруженных сил России сейчас? Потенциал? Полагаю, что вооруженные силы Российской Федерации сейчас действительно способны решить любую задачу. И более того, полагаю, что в случае прямого военного столкновения с НАТО мы, скорее всего, нанесем противнику заведомо неприемлемый для него ущерб без использования ядерного оружия. Дай бог. Анатолий Александрович, какие СМИ вы читаете в интернете? Новостные. Ну, я не просматриваю специально и систематически какие-то конкретные СМИ, хотя, естественно, чаще заглядываю на сайты тех СМИ, которые у меня у самого берут комментарии. это, прежде всего, сайты Агентства России сегодня, накануне РУ. Ну, я сам долгое время сотрудничал с сайтом, однако сейчас, когда на этом сайте не помещаются материалы, написанные специально для него, а размещаются копии материалов, написанных бывшими сотрудниками, однако, для других сайтов, я все равно туда достаточно часто заглядываю, или, скажем, сайт налин.ру, отпочковавшийся, так сказать, от однако орг, туда я тоже достаточно часто заглядываю, именно потому, что там публикуются многие авторы, интересующие меня. Да нет, ну, что значит самое популярное? Например, тот же «Однако орг» в те четыре года, что на нем публиковались статьи, написанное специально для него, был самым популярным в Рунете сайтом той ориентации, которую принято называть патриотической. Ну, почему говорю, которую принято называть патриотической? Потому что, по моим наблюдениям, очень многие либероидные сайты тоже действуют в полном убеждении, что проповедуемые ими идеи полезны для страны, и в этом смысле они тоже патриотичны. Другое дело, что они заблуждаются, но, как я уже сказал, мне самому пришлось очень долго разбираться в том, откуда проистекает это заблуждение, какова его первооснова. Вот, поэтому я понимаю, что эти люди чаще всего, хотя и заблуждаются, но вполне добросовестно. Вот, так вот, однако Орг был, тем не менее, несколько лет самым популярным сайтом этого направления. Сейчас самые популярные сайты этого направления riafan.ru и nalim.ru, кроме того, в этом же направлении переориентировался в последние годы сайт ria.ru, который я тоже читаю довольно внимательно. Анатолий Александрович, вы работаете, у вас есть трудовая книжка где-то? Трудовая книжка у меня уже довольно давно лежит дома, просто потому что я уже много лет не состою в штате ни одной организации. Более того, я уже пятый год на пенсии, и пенсия в данный момент составляет примерно одну тридцатую часть моего общего дохода. Потому что я с несколькими СМИ работаю на основании творческих соглашений, по которым они берут у меня комментарии и платят мне гонорары. Правда, еще больше СМИ, хотя и берут у меня комментарии, но никаких гонораров не платят. Анатолий Александрович, вы наверняка много знаете о криптовалюте. У вас есть биткоины, эфириум? Нет, я вообще не занимаюсь валютными играми. В чем получаю гонорары, в том они у меня и хранятся. Для того, чтобы иметь хоть какие-то шансы заработать на переброске средств из валюты в валюту, надо отслеживать текущие события намного внимательнее, чем это нужно для моей основной работы. И если бы я всерьез занялся валютными играми, то я бы, скорее всего, потерял часть моих нынешних работ и в результате потерял бы больше, чем мог приобрести. У меня есть довольно много теоретических публикаций на тему валют и их взаимодействий, в том числе есть и публикации по криптовалютам, но это именно теоретические обзоры в общем виде, от которых до возможности заниматься реальными играми очень далеко. Что в переходе на цифровую экономику вам нравится, а что нет? Ну, нравится мне, во-первых, то, что цифровые технологии ускоряют многие процессы в реальной экономике. Мне нравится прежде всего то, что рассказы о цифровой экономике заставили многих забыть об экономике реальной. Ведь цифровые технологии, они полезны лишь в той мере, в какой способствуют производству реальных товаров и услуг. Биткоином сыт не будет. Можно следующий вопрос. Вы любите путешествовать? В общем-то, люблю, но моя страсть к путешествиям вполне удовлетворяется, так сказать, объективной необходимостью. То есть, когда-то я очень много бывал в служебных командировках, сейчас довольно часто езжу на турниры, а иногда меня приглашают просто на выступление. Вот, если не ошибаюсь, вечером 16 октября мне предстоит здесь же, в Ульяновске, выступать на каком-то фестивале еврейской культуры. Будем ждать вас с нетерпением. Я не помню точное его название. Выясним. Есть любимый город в России у вас? Ну, любимых городов в России у меня целых три. Одесса, Москва и Санкт-Петербург. Одесса? Я не раз говорил, что Российская Федерация – это всего лишь один, хотя и крупнейший, из двух десятков осколков, на которые разбита Россия на рубеже 1991-1992 годов. И немалая часть моих трудов посвящена тому, почему нужно и как можно склеить эти осколки. Анатолий Александрович, у вас есть страницы в соцсетях, аккаунты? Ну, я уже много лет веду собственный блог в живом журнале, хотя в последние годы это именно блог в первоначальном его смысле. Веб-блог, сетевой протокол. Изначально сервис был придуман для того, чтобы просто сообщать. Вот побывал в такой-то точке интернета, чего и другим желаю. А всяческие возможности размещать там оригинальные материалы, обсуждать их и так далее, это все появилось позже. Так вот, в последние пару лет у меня на десяток таких вот ссылок приходится одно собственное рассуждение. Кроме того, я зарегистрирован еще в парочке сетей, просто потому что там без регистрации очень трудно читать материалы, размещаемые другими, но сам я там свои авторские материалы не размещаю. И есть несколько десятков аккаунтов, где какие-то энтузиасты от моего имени размещают мои материалы. Скажите, пожалуйста, у вас много друзей в жизни? Не в интернете, не в сетях. Ну, в каждый данный момент есть человек 5-10, которых я могу с полным основанием назвать друзьями, и с которыми достаточно часто общаюсь, чтобы подтверждать это название. На большее, к сожалению, не хватает времени. Вы считаете себя счастливым человеком? Да. Счастливым человеком я себя считаю на протяжении всей жизни. Это здорово. Давайте на этой красивой ноте поставим точку в нашем интервью. Я как будто прочитала очень умный многотомник. Спасибо вам огромное, Анатолий Александрович. Ну и вам спасибо за вопросы. Будем с нетерпением ждать вас в Ульяновске. Смотрите нас на улправда.ру. Это был Анатолий Вассерман. Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман